Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает в Ападом. И сегодня речь пойдет о ужасном, ужасном, ужасном совершенно герое. Это просто что-то чудовищное. Как всегда, Раальд Даль, конечно же, Раальд Даль, большой и добрый великан, сокращенно БДВ. Вот это вот БДВ, большой и добрый великан, это действительно чудовищное существо. Если вы его увидите, вы никогда об этом не забудете, как это случилось с маленькой девочкой Софи. Софи – сиротка, которая живет в приюте. Как всегда, у Раальда Даля, он не сильно сюсюкает с детьми. Он рассказывает, как есть. Если это приют, то там есть надзирательница в приюте, которая может запереть на всю ночь кладовку с крысами за какой-нибудь проступок или еще что-нибудь подобное совершить. Детям же там живется, вы уже поняли, как хорошо и весело. Поэтому любая перемена участи, а для Софи это попадание как раз почти на обед. К этому большому и доброму великану, конечно, любая перемена участи будет к лучшему. Но к лучшему ли? Потому что прекрасной лунной ночью, загадочной, таинственной лунной ночью, большой и добрый великан похищает ее по одной простой причине. Она его умудрилась увидеть. А людям не положено видеть великанов, потому что великаны ими питаются. И как всегда у Ральда Даля вы узнаете множество интереснейших вещей. Допустим, Оля Лукоя, да? Знаете, Оля Лукоя. Прекрасный совершенно персонаж. Добрый, хороший. Ага, Оля Лукоя. Сейчас. Как же? Вы сначала прочитайте Большого и Доброго Великана. Вы тогда сразу поймете, как именно попадают сны в голову различным мальчишкам и девчонкам. И кто такой Оля Лукоя. И как он выглядит. Вот сразу поймете. Большой и Добрый Великан это совершенно отдельное существо. Во-первых, это существо фантастическое. Он может передвигаться со скоростью света. Он обгоняет все. При этом он бежит натурально, очень устает. Ему надо где-то остановиться, передохнуть, перевести дыхание. Как и всем остальным великанам. И потом бежать дальше в свою страну великанов. Таким образом он может посещать человеческий мир. Все страны на земле. А там разные страны. От Патагонии до Индии. И он там обязательно занимается своими делами. Какими я вам не расскажу. Потому что на самом деле этот великан коротышка. То есть вот этот большой и страшный великан. Вот он здесь нарисован. С такими гигантскими ушами. Они ему кое для чего нужны. Который совершенно не ест людей. Придется вам все-таки раскрыть этот секрет книги. Потому что иначе София долго бы не прожила у него. На великолепных иллюстрациях Квентина Блейка видно, чем она занимается. И вообще Блейка, по-моему, одна из самых удачных по иллюстрациям книг «Большой добрый великан». Там великаны вот просто такие, какие надо. Потому что Большой добрый великан коротышка среди других великанов. А вот они-то есть самое ужасное зло. И только королевские военно-морские силы, флот и авиация помогут спастись от них. Не иначе как. Недаром здесь есть короткий список персонажей. В начале книги это тоже своего рода издевка над читателем. Естественно, взрослого писателя над взрослым читателем. Потому что этот список прекрасный совершенно характеризует героев. Вот как вам такие великаны? Мясо заглотнем. Это в одно слово, это имя такое. Ну, естественно, это русский аналог, да, английского прекрасного имя. Кровушки попьем. Это второй. Третий. А ну-ка, обними. Четвертый. Кости прогрызем. Значит, пятый. Детка пожуем. Отлично просто. Вот это прекрасно, да. Шестой. Мигом проглотим. Вот. И седьмой. Девочкой закусим. Вот. Ну, и там еще есть один великан. Кров кап-кап. Прекрасный совершенно. Вот. И есть еще мальчики из мясной лавки. Вот. Это все имена, говорящие сами за себя великанов, с которыми вам придется столкнуться в этой книге. Как Большой Добрый Великан и Софи выйдут из этой ситуации? Почему Софи не съедят? Чем будет заниматься дальше Большой Добрый Великан? И как он поможет королеве Англии? А она здесь возглавляет список персонажей. Не буду читать остальных, чтобы вам было поинтереснее. Вот. Вы узнаете из этой книги. Конечно, она предназначена на младший школьный возраст. И все те чудовищные ужасы, о которых я рассказываю, как всегда, у Даля не очень страшные, но правдивые. Это тот сказочник, который пугает вас не для того, чтобы напугать и, значит, продать книжек побольше, да, а для того, чтобы показать, что в мире есть реальные трудности и реальные неприятности. И пусть они не в виде страшных великанов-людоедов существуют, да, в виде каких-то других вещей, но, тем не менее, надо быть и смелым, и умным, и обязательно сильным, и добрым для того, чтобы их преодолеть. Вот это все абсолютно не выписано. Вы не найдете такой морали ни в одной из сказок Даля. Он об этом напрямую не говорит. Он говорит другие какие-то слова, не менее важные. Например, «Как благодарить Софи Великана?» Прочитайте в конце книги. Это совершенно трогательно, то, как заканчиваются все сказки Роальда Даля. Но при этом они остаются вот такими пугающими историями, пугающе реалистичными, я бы сказал. Сколько прекрасных подробностей о жизни великанов придумано этим писателем. Одни алюминиевые огурцы, которые они едят. Ну, они, конечно, не алюминиевые, но я просто не мог обойтись без цитаты из известной песни Цоя. Это прочитайте, поймете почему. Одни алюминиевые огурцы, которыми они питаются, чего стоит. А уж все остальное, вот это настолько потрясающее разнообразие воображения, что когда вы будете читать эту книгу, ну, в общем, я думаю, она вам понравится, даже если вы далеко не маленький читатель, как я. А я раньше этих вещей, Даля, не читал. Это вот собрание сочинения Раальда Даля с иллюстрациями Квентина Блейка, выходящее в издательстве «Самокат». И последний подарок читателю и зрителю, а также маленькому зрителю, да, это фильм, который вот-вот выйдет на экраны. Большой добрый великан по этой книге. Фильм, это, конечно, Дисней, это, конечно, скорее всего, будет не без сю-сю-сю-сю-сю-сю, да, таких страшных великанов, как здесь, вы вряд ли там увидите. Хотя, кто его знает, кто его знает, я бы на месте вашем поостерегся ночью ходить на ночной сеанс, например, на этот фильм, а то мало ли что может случиться в большом и темном зале. Читайте, наслаждайтесь, если здесь уместно это слово. Раальда Даль, большой и добрый, заметьте, великан, издательство «Самокат». Спасибо за внимание.